В Шинкенте реанимировали завод по выпуску хлопчатобумажной пряжи. Вновь запустить производство и обеспечить людей работой помогло государство группа компаний холдинга «Байтирек». Сейчас завод обеспечили необходимым сырьем почти 3000 тонн хлопковолокна. Вновь запущенное предприятие – это больше 6000 тонн готовой продукции в год. Катерина Попкова о новой жизни завода. Сегодня здесь никто не скрывает эмоции. Три года люди ждали, когда в стенах фабрики вновь будет слышен звук рабочей техники. Вместе со всеми ждала, надеялась и верила мастер производства Надежда Кузнецова. Теперь с удовольствием показывает, как очищается хлопок, работают чесальные и ленточные машины. Я молилась, чтобы комбинат этот запустили, чтобы у нас шла работа, чтобы надолго уже, и чтобы с этого комбината уйти на пенсию. Это моя мечта. Нелегкие времена предприятие испытало в 2008 году. Фабрика встала из-за отсутствия оборотных средств на покупку сырья и невозможности покрыть производственные издержки. Меры, принятые государством по оздоровлению предприятия, оказались успешными. В ближайшие месяцы рабочим придется изрядно потрудиться. На сегодняшний день мы имеем на весь выпускаемый ассортимент и объем выпускаемой продукции контракт с китайской крупной государственной корпорацией. Мы сейчас ведем переговоры дополнительно с итальянскими и немецкими компаниями. В регионе эта фабрика уже третья получает надежду на еще одно рождение. Местные власти заявляют, текстильный кластер Южного Казахстана начинает новую жизнь. Привлечено 19 проектов, из них уже на общую сумму более 140 миллиардов тенге. Уже на сегодняшний день запущены 8 предприятий, почти на 30 миллиардов тенге. Они все работают. Сегодня на предприятии работают около 90 человек. Когда завод выйдет на полную мощность, рабочими местами будут обеспечены 270 шимпензов. На первом этапе развития вся готовая продукция будет экспортироваться. Позже пряжа поступит и на внутренний рынок Казахстана. Катерина Попкова, Нурбахан Мусатов, Нурбахан Дикмуратов, Шинкен.